Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь пришло время для того, чтобы сказать несколько слов о жизни и служении нашей общины. В эфире информационный блог от Славянской Церкви, 27 дня, здесь, в городе Сакраменто. В эту субботу у нас проповедует пастор Александр Ханчевский, поэтому, пожалуйста, молитесь за его служение, чтобы Дух Святой особенным образом использовал его. Ну, а нас это слово тоже касалось до глубины сердец и преобразовывало нашу жизнь. Как я уже говорил не один раз, вас обновляют свои работы в домашней церкви или малой группы нашей общины. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к какой-то из них или организовывайте у себя дома. Мы будем очень рады, если это служение, особенно в этот зимний период, оно будет развиваться. Хотелось бы, чтобы вы приглашали туда своих друзей и знакомых, чтобы это было миссионерское служение нашей общины. Если вам нужна какая-то помощь, вы хотите знать, в какую домашнюю церковь вы могли бы пойти, или как организовать у себя дома домашнюю церковь, обращайтесь, как я уже говорил не раз, к руководителю миссионерского отдела нашей общины Ильи Гриневичу. Будем очень рады, если вы станете частью этого миссионерского служения нашей церкви. Итак, напоминаю, что мы вновь приглашаем вас на молитвенную неделю нашей церкви, которая будет проходить с 28 сентября по 5 октября. Встречи будут проходить каждый вечер, суббота и воскресенье вечером будет в 6 часов служения, а средней недели в 7 часов. Четверк у нас будет выходной, так что всех с нетерпением ждем. Это особенное время, когда мы можем объединиться в наших молитвах за все эти просьбы, которые сегодня наполняют жизни многих людей. Поэтому будем очень рады, если вы будете вместе с нами. Также напоминаю, что 5 октября у нас будет служение вечерей Господней. Тоже не пропустите это служение. Будем рады, если вы будете вместе с нами. 19 октября у нас будет праздник урожая. Я уже тоже не один раз об этом говорил. Хочу только напомнить, что мы ждем всех наших братьев и сестер. С украинской церкви, с Сан-Диего и с Сан-Франциско. Мы всех будем очень-очень рады видеть на этом празднике. Но, конечно же, мы тоже очень просим, чтобы вы приглашали друзей и знакомых, которые не являются членами нашей общины. Чтобы и этот проект тоже был миссионерского характера. Чтобы многие люди могли узнать о том, как добр наш Бог, который заботится и благословляет каждого из нас. Поэтому ждем всех вас 28 сентября. Это служение будет в 6 часов вечера. С нетерпением ждем. Еще одно объявление. Мы ищем человека, который мог бы быть администратором программы «Молитва передвигающая гора». Что это означает, быть администратором? У него будет направление такого характера. Он должен будет работать с людьми, которых мы бы хотели пригласить и стать гостями нашей программы. Я уже не раз объявлял о том, что мы бы хотели открыть еще один такой формат. То есть приглашать гостей онлайн из других стран, для того, чтобы они были частью этого проекта. Но для того, чтобы этих людей приглашать, надо с ними договариваться, регулировать вопрос, связанный с временем, с датами, когда это будет им удобней. Мы будем вместе решать вопрос по поводу списка людей. Также, если у вас есть какие-то люди, которых вы хотели бы пригласить на эту программу, но они и с другой стороны, вы тоже можете нам писать, что это за люди, и мы добавим их в этот список. А уже администратор будет звонить, писать и как бы вести вот весь этот диалог до того момента, пока запись этой программы не произойдет. Так что будем очень благодарны, если кто-нибудь из вас откликнется и готов будет стать частью вот этой команды по записи и выпуску в эфир программы «Молитва передвигающая горы». Это очень важно. Этот проект является благословением для многих людей. И нам бы хотелось, чтобы он развивался и жил и дальше тоже. Поэтому пишите мне, звоните. Мой номер телефона 916-254-8-9-8-2. И мы будем рады, если вы согласитесь стать частью нашей команды. Также у вас есть возможность принять участие в еще одном таком социально-евангельском проекте. В прошлом году наша молодежь во главе с пастором Александром уже принимали участие в подобном проекте. В чем он заключается, суть этого проекта? У нас есть возможность подготовить такие посылки продуктовые для детей или людей из бедных стран. Там все очень отлажено. В какие пропорции, какие продукты, что должно входить. То есть нам нужно, по сути, прийти для того, чтобы помочь это все собрать, вот эти продуктовые пакеты. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, и вы хотели бы стать частью вот этого проекта, у нас забронировано 40 мест, но если будет больше желающих, то мы сможем добавить еще количество людей. Этот проект будет осуществляться 18 октября. И если вы хотели бы стать частью этого проекта, то, пожалуйста, обращайтесь к Софии Резак или же к пастору Александру Ходжевскому. Так что тоже еще одна возможность послужить людям, которые имеют в этом очень острую нужду. Молитвенный блок. Мы просим, чтобы вы и дальше молились за нашу сестру Ольгу Питтон. Разговаривала недавно с ее детьми. Вы знаете, слава Богу, она чувствует себя лучше. И должны... Ну, лечение продолжается, но есть результаты. Мы благодарны Богу за то, что результаты эти есть, и очень надеемся, что в конце концов эта болезнь будет побеждена. Конечно же, мы не перестаем молиться о том, чтобы каким-то образом закончился этот конфликт в Украине, на Ближнем Востоке, потому что видим, что кровопролитие дальше продолжается. Также у меня есть большая просьба, чтобы вы молились мне, моей супруге. На эти выходные мы едем в Канаду, там будет славянский кемпинг, и мы будем принимать в нем участие. Молитесь, чтобы Бог использовал нас тоже наилучшим образом, чтобы мы могли быть благословением для тех людей, к которым мы едем. Так что, пожалуйста, будем благодарны за вашу поддержку в этом вопросе. И в заключение текста Священного Писания, это 121-й Псалом и 1-й стих. И тут написано. Обрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Я рад, что у нас есть эта возможность сегодня принимать участие в богослужениях, собираться вместе. Не везде на нашей земле такая свобода существует, и такие возможности. Поэтому давайте будем благодарны Богу за то, что, повторюсь, у нас эта возможность есть, и молиться за тех, кто сегодня находится в стесненных обстоятельствах. У нас будет Божье имя прославлено. До встречи в наших богослужениях, тут в церкви или же в прямом эфире.